Готовы? Сейчас нужно поплатить и лить. Во вторник в Казани 24-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris не пропустил BMW на перекрестке Ибрагимова и Волгоградской. Его 57-летняя пассажирка получила травму головы. Как оказалось, мужчина не только не трезв, а за рулем, но и трижды лишался за это прав. В этом году за пьяную езду 5,5 тысяч нарушителей привлечены к административной, 125 к уголовной ответственности. Как сегодня рассказали в ГИБДД, даже такие водители продолжают садиться за руль. Хорошая у нас имеется система паутина, где водители, которые передвигаются по дорогам нашей республики, лишенные, мы их через эту систему видим, пресекаем. С начала года в республике произошло 1196 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем за тот же период прошлого года. Стало больше травмированных, но меньше погибших. Основные виды аварий – столкновения, наезд на пешехода и наезд на препятствия. Так, сегодня утром в тамберных челнах водитель на высокой скорости влетел в столб. Он не справился с управлением, не был пристегнут. 39-летний мужчина скончался на месте. 3 июня в Огрыском районе столкнулись и вылетели в кювет два авто. Погибла водитель, госпитализировали 13-летнего ребенка в тяжелом состоянии и еще пятерых пострадавших. Что касается аварийности с участием пешеходов, произошло 336 дорожных трасс происшествий. По вине самих пешеходов – 109. К сожалению, мы не можем достучаться до пешеходов, до жителей, что нужно соблюдать правила дорожных движений. Независимо водитель – это пешеход. Выросло количество аварий с участием автобусов. С начала года 42 таких ДТП. Больше и аварий из-за нарушения правил начинающими водителями составило меньше двух лет. Это 75 происшествий, в которых погибли 6 человек. В этом году мы начинаем более плотно работать с автошколами в том формате. Сотрудники госавтоинспекции в автошколах будут рассказывать именно молодым начинающим водителям, с какими проблемами они могут столкнуться на дороге. Положительная динамика по авариям из-за выезда на встречную полосу их стало почти вдвое меньше. При этом растет количество аварий с детьми. Погибли уже четверо. Автоинспекторы просят родителей обеспечить безопасность ребят в каникулы. Наглядно видно, что ДТП летом возрастает. И в связи с этим обращаемся ко всем взрослым, к родителям, чтобы они следили за своими детьми. Чтобы вы прекрасно понимали, где находятся ваши дети. Районы, где выросла аварийность – Бугульмазель, Надольск, Высокая гора. Чтобы переломить статистику, недостаточно мер ЕБДД. Ответственнее и внимательнее нужно быть и водителям, и пешеходам. Лена Изнатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань.